Челы, заходите на стримы. Ты хорошо потрудилась. Тихий голос, напомнивший мне о тех словах, Переворачивая последнюю страницу, я размышляю. Я. Этаж общих работ полностью реализован. Теперь вы можете использовать страницу эго, Можете получать новую страницу, Получить новую страницу аномалий. Что произошло? Я же умерла. Я отчетливо помню, Как превратилась в книгу. Ого, мы что, выступаем на бис? Брэймен. Похоже, это результат вашего выбора. Спасибо тебе, Анжела. И тебе, Роланд. С помощью новых тел мы можем повторить наше выступление. Вот оно что, эти тела. Жду не дождусь, когда вновь буду в городе. Я так соскучилась по горожанам. Я чувствую, что смогу приготовить блюда, которые никому не снились. Ребят, вы, надеюсь, понимаете, что Анжела не планировала давать вам второй шанс. То, что вы живы, это лишь побочный эффект ее первого собственного выбора. Сейчас ты со... Ни хрена плута, как я сказал. Сейчас ты собран и гораздо более решителен, чем в момент нашей первой встречи. Мы, похоже, что решим инструиться и в нас. Я чувствую, как мое тело наполняет благородная сила. Это свет делает нас совершенными. Какое любопытное чувство. Я обнажена и потому прекрасно понимаю, кто я есть. Я так ждала этого момента. Ради этого я появилась на свет. Теплое эхо, которое я никогда не слышала. Оно проникает в мою душу. Его звук так близок к моему сердцу. Я слышу само вращение города. Точно. Это благодаря свету. Я не дам такой замечательной возможности ускользнуть. Я не могу. Хорошо. Раз уж мы снова живы, предлагаю взять реванш. Клянусь бабушкой. Анжела, вы и пальцем не тронете. Наше выступление достигло кульминации. Теперь перед нами открыты все двери. Вот бы ты с таким рвением защищал и Анжелику. Да-да, продолжай свой трёх, будто мне на него не наплевать. Я сделал свой выбор. Я пойду за своей подругой по пути, который она изберёт сама. И на этот раз я буду внимателен ко всему, что нас будет окружать. Значит, ты нашёл способ смириться с её смертью? Да, в отличие от тебя. Ну что ж, раз уж на нас всех действует свет, давайте вновь станцуем. И пусть наш танец будет прекраснее и трогательнее, чем прежде. Внимание, друзья! Нам нужно собрать последние крупицы света, и тогда мы сможем обрести себя. Вы готовы к новой части нашего концерта под моим руководством? Да, новое тело рассудка тебе не прибавило. Да заебали вы нахуй уже, чуваки! Камон, сука! Вдохните уже, мэйби пробовали. Мэйби пробовали давать уже. Хорош? Нет? Пиздос! Бля, это нам нужно опять сейчас собирать пати какую-то, или чё? Я вообще не понимаю. Бля, ну конечно, в финал здесь чё-то пиздос подзатянут. Это прям... Невооруж... Невооруженным взглядом видно. Так, ребят, вспомните, чё было у Николь. Ну, Филиппа первым, да, желательно убивать, потому что он накладывает горение кучу. Неприятно очень. Кстати, Бременную надо вообще последним убивать, походу. А, после смерти мне Бремен даёт бабу. Мда. Блин, Филипп, как всегда, сука, рубит с плеча. Филипп, как всегда, сутчара тача. ничего здесь за музон такой смешной а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok а это стрельба все равно блин пасись и конечно полный блин а тут с ним клешится так нельзя потому что на него на ложь горения он больше дамажить будет сучара ты поганая конечно бремен при этот какой бремен филипп бля ну шо ж нам так не повезло то с кубами сразу ну камон ну камон ну камон бля это жестко придется тогда вот так делать походу так тут тоже резисты не топ не супер так сказать великолепные да не могу сказать что здесь прям хорошие резистенции так 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 у нас ой бремен жёсткий еще и кубы тут такие блин не борюсь счет вы ребятки зазнались вертикалочкой долбанем ко второй фазе перезарядиться а мы уровень эмоций просто апнем так а как мы сейчас вертикалочки-то долбанем у нас просто света не хватит да и здесь нет такой прям атаки чтобы долбить вертикалочкой а а Продолжение следует... 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 жестко чё-то и да если мы здесь будем побеждать то мы здесь будем побеждать прям еле-еле походу а почему у нас у нас 10 заряды и почему сила не дается не понял я прикола почему у нас не дается сила а 11 зарядов нужно а Плюс 5. 11-15. То же самое, да? Вертикалка, если бить. Я не могу вертикалкой бить. Хотя не, могу, по идее. Вдарить вертикалочкой, вдарить тогда вот так. Вдарить вертикалку. Вдарить вертикалку. Или фокус спиритом ебнуть. Но есть шанс, что просрёмся мы с подливой. Давай попробуем. Роллы на кончиках пальцев прям надели тут, конечно. Там стрельба лучше 2 атаки сильнее. Роллы на кончиках пальцев. Вот эту хуйню нельзя, надо предотвратить её. Нельзя, чтобы он подхилил Филиппа. Блин, тут клэшиться нельзя тоже. Будет больно. Будет больно. Или ёбнуть вообще по акуле вот этой темкой, мэйби. Фокус спирит массухой, да не должен. Хотя хрен его знает. Ну давай вот так тогда попробуем. Ну а что мне ещё делать? Блин, я не знаю, ребят. Фокус спиритно. Прихенка о зелёном этапе. Просто, как бы, у меня вариантов нет особо-то. Вы думаете, спир лучше будет? Не факт. 23 тут максимум. 22, точнее, даже. Ну, здесь максимум 19, да? 23, точнее, даже. Так тут вопрос в том, как гибурой отпить массовку, вот на деле. Ну, давай попробуем так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Просто если я атакую вертикалкой, тут несколько вариантов есть. Если я атакую вертикалкой, то тогда мне спир придется юзать. На, акула в этот кубик бьет. Ладно, давайте так попробуем все-таки. Да при чем здесь дальняя атака? Бухуй на дальнюю атаку. Тут проблема в том, что блять, заюзать против массовки, чтобы нам лицо не сломали. Понимаешь? Нам сломали ебальник. Сука. Бля, это смерть. Одно ебучее невезение, это смерть. Так и копье чем лучше, так и копье чем лучше. Там ролл еще хуже был. Ой, бля. Походу мы завтра эту хуйню будем проходить, что-то. Я не в настроении сейчас. А гибура умерла уже? А, ну все. Сду тогда. Не хочу. Причем здесь зажадничал, блядь, вертикалку, чел. Причем здесь зажадничал, сука, вертикалку. У нас выбора особо не было, понимаешь? Ладно, не хочу в пизду. У меня настроение что-то пропало, жесть. Завтра будем добивать. Ну, пиздец, ну зачем такие финалы? Ну, типа, зачем растягивать так тошно финал? Дополнительные какие-то вот эти файты дурацкие еще. Из-за которых просто растягивается время. В пизду, короче, не хочу. Ладно, завтра, короче, будем добивать это все. Минус настроение. Спасибо за стрим, чуваки. Увидимся завтра, давайте. Пока. Посмотрим сейчас, как пойдет. Погнали. Пассивку Аргалия? Какую пассивку Аргалия? Пассивку Аргалия ни на кого не поставили, по-моему. Пассивку Аргалия ни на кого не поставили. Так, ну Филипп у нас сразу залетает, как сучара поганая просто. Бремена еще плохо тем убивать, что у Бремена нахрен резисты жесткие довольно. По нему только слэшовый урон хорошо проходит. Так, вот у него есть вот эта атака, да, стрелковая. Давай ее отразим. Конечно, неприятные у него вот эти контр-дайсы 4-10. Блин, а тут хрен поклэшишься. Ну мы можем вообще вот так сделать. Хотя так будет немного нецелесообразно. Хотя, по идее, норм будет. Эта штука тратит свет и восстанавливает свет. Соответственно, сразу ячейка света восполняется. Потом тратится вот это. Больно нам будет, наверное. Так, ну, ладно, ладно. ой нормально хотим ли мы в бременно так залетать с бесконечности или анрашим в него наверное залететь реально можно анрашим бремена но бремен ничего не успеет сделать анраш его точно трахнет поэтому а ну надо все равно переназначать цель потому что тут в начале сражения да он все равно наложит баф прям сразу переназначить анрашим ну кстати реально можно наверное залететь с анраша туда вторая атака нам по сути ты не нужно стрелковых у него нет карт поэтому наплевать на бременно на это засранца знаю добьем мы бременно сейчас как вы думаете 14 26 плюс 5 то есть мы сбивается у него точно там остается где-то сто 14 хп залетают вот эти атаки в него залетает вот эта атака да можно на всякий случай наверное еще и ебнуть либо на следующем ходу просто догнать его желательно конечно в этом ходу чтобы у нас уже сразу и сила была ну давай вот так наверное залетим еще будет немножко больно конечно нам но потом зато получше по идее пойдет поехали бремен да это больно давайте хуярим бременно еще могу сказать ребят хороший дэмэдж все время на пиздос а это на на весь оставшийся акт или типа о нормально кстати как раз под массовку у нас сила это на весь оставшийся акт плюс сила у нас будет или только на одну сцену бля вот вчера сука вот сейчас если опять это говно произойдет вот так мы и сдохли по сути вчера сейчас надо брать полюбасу копье потому что будет 6 минимум на каждом роли это 18 да сейчас надо полюбасу копье брать да вот тут огнем дамажить не очень прикольно но мы пробовали выбьем его из оглушения в этой сцене потому что у нас вроде как неплохо сейчас будет поэтому можно наверное залететь даже по идее все нормально пососал филипп пососал сучарка готовь своя а челла вам залетаем вам залетаем вам залетаем вам залетаем все филиппок оглушен ты братик что сказать ты хотел сучара блин 2 хп у него осталось а он не горит да это блин на одну кстати сцену всего лишь баф ну этот баф нам помог на самом деле он прям супер подходящий момент выпал надо что-то мощное на деле не наверное все таки я сделаю во избежание так сказать вот проблем лучше я вот так сделаю все таки филиппа просто добьем а то может не повезти и будет как в прошлый раз неприятно очень филиппок будешь скучать по этому сладкому мальчику нет не буду пошло ну черт твою мать сучара гри два раза андраж на одну и ту же цель что ли прокнула или чё это было блин чё думаете поглощение или вино для того чтобы отрегинить немножечко хп а так поглощение смысла нет она же на один акт вино тогда берем не знаю но это на одного чела по сути ну давайте смайл наверно лучше возьмем дебаф может пригодиться так добиваем ах ты сучара такая поганая хотя вот просто блять ну вот серьезно ну давай на всякий случай я типа заюзаю еще атаки для сейва а то мало ли поехали воняешь а подхил дали ваще что я не заметил если честно подхила освальт таня джахон погоди это кто ваще кукловод получается что ли да конце сцены все библиотекаря получают 24 оглушающих урона в приоритете библиотекаря с наименьшим количеством текущих уп че в конце сцены все библиотекаря получают 24 урона в приоритете библиотекаря с наименьшим текущим уп а может быть имеется ввиду что он нападает как бы на библиотекаря еще не может потерять более 50 максу з за одну сцену всякий раз когда умирает союзник получает 50 оглушающего урона после смерти все библиотекаря полностью восстанавливают атакующие кубики джахона получают при попадании накладывает кровотечение после смерти до конца действия все библиотекаря наносит плюс 3 урона атака если в конце сцены на поле боя нет других союзников до конца акта получает силу стойкость и 2 куба скорости совершенно здесь такое ощущение что надо всех их сразу как-то убивать походу потому что фокусишь таню если будешь просто фокусить таню то будешь потерять оп если не будешь если будешь освальда фокусить то будешь терять хп что ты так и так а у этого чел еще когда кубик который разыгрывает каждый союзник сбрасывает минимальное значение он перебрасывается активируется один раз за каждый кубик начале сцены накладывает на случайного библиотекаря 2 медлительности начале цены когда использует натягивание струн все нитки марионетки снимаются то есть у него будет опять это возрождение сраное что ли у тебя 5 этажей еще если что еще 4 будет ну блять да но это самый жесткий этаж все остальные будут заглатывать если что по сравнению с этим поэтому я бы так не надеялся на все остальные этажи наносит персонаж при поражении в столкновении наносит персонаж 20 оглушающего урона в следующей сцене все библиотекари теряют нить марионетки а вот эти карты полюбаса то есть нужно побеждать папе 3 папит нельзя перенаправить в начале сражения добавляет кровавые нити в руку цели и в руку противников связанных с цирком у оскара 3 2 2 ну так это наоборот хорошо должно быть блять ах ты мудила призывает мисс русалку и мистер ножа в следующей сцене покидает битву на две сцены человек я если вот он попадет в мою карту допустим да вот я поставлю такую карту эту и против массу против массовки да и этот кубик перебьет мой щит моя карта не сломается то есть вот этот кубик все равно будет юзаться против кого то так но если он валит тогда хуярим чисто марионетку как жесть у нее тупо 8 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 бой с тенью, бой с моим коком давай, не трахайте этого ублюдка, закажите его ну чё это за кал? это шо там такое было? хуярим блин, мимикрия неплохая для подхила ну как бы и дипсия тоже подхил газ плюс это массовка дипсия 4 ОЗ за каждое попадание по идее нет 12 хп, ну а здесь тут вообще-то сейчас, во-первых, будет больше врагов, если чё тут будет 4 врага соответственно 16 хп, скорее всего давай возьмём мимикрию на НСЖ, да? блять, опять музон говна какой-то, всё перемешалось цирк плюс гибури на представлении в течение одной сцены, если два или более персонажа имеют этот статус они умирают если библиотекарь имеет этот статус в начале сцены, он получает 10 спешки этот эффект сбрасывается, если Освальд или Джихон умирают то есть мне нужно убить Джихона сейчас пока эта страница находится в руке, даёт эффект кровавой нити не сбрасывается при использовании то есть её нужно каждый ход, да, ставить а когда перцы сдохнут? в конце хода или прямо сразу? ну не сразу, по идее, иначе как? эта страница сжигается и наносит 10 оглушающего урона Джихону Джихону при поражении в столкновении короче, сбросим, я думаю, на всякий случай ну эти засранцы сдохнут сейчас, по любасу а, не, они, кстати, не сдохнут, прикинь они тоже сбрасывают Red Strings слушай, ну тут на самом деле реально горизонталка чё-то напрашивается походу наоборот же, по идее, должно быть топово, нет? сука, чё ж так не везёт? так, ну вот сейчас топово, по идее хотя, блин, не совсем сука, ладно, я буду ролить до самого конца мне насрать я буду ролить до тех пор, пока не выпадет идеальный для меня вариант вот он, кстати, идеальный вариант сюда, сюда сюда бля ну ладно, насрать, я думаю сколько у него? 8, 8, 8, 24 30 чем-то, да 31 херня у нас здесь плюс сила сломаем эту атаку ебалово бля 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 так, рыбёха улетела клоун тоже даркелл фул хп просто не связанная плоть в течение всего акта в начале сцены персонаж получает 1-3 спешки также все кубики получают 1 мощь ооо а почему клоун не пришёл, кстати? а, ну это только первый ход-то был а прикинь, мы сейчас убиваем волчицу а клоун не возвращается он просто просто ушёл он просто ушёл сказал да ну нахер зачем нам это нужно в общем, пойду я лучше в цирке выступать хорошо бля контур кубы говна ооооой клоун такой вернулся а где все? накладывает один из эффектов на случайную цель хрупкость обезоруживание слабость массовка суммирующая о, нормальная нам карта выпала, кстати си-си-си-си-си-си-си бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Ну давай тогда гудбай Какого хуя? Пошел дамаг Пошел дамажоночек Аргалий, Плута, Елена Каждая четыре сцены дает всем участникам ансамбля реверберации эффект Каждую сцену на время акта получает силу и стойкость В конце сцены уровень эмоций всех персов повышается на два Да, это тяжко будет В каждой сцене использует страницу Unjust Contract Во второй сцене призывает тень Тень получает копию руки и колоды библиотекаря-покровителя Исключая страницы при разыгровке Ну да, надо Плута первым, наверное, хуярить неприятыш Добавляет в руку цели страницу Unjust Counterpart Defense Вновременно можно иметь только одну копию При попадании, да? Попробуй, сука, попади мне Так, вот смотрите, получается Если вот так вот сделать Два восстанавливаем света Плюс шесть Раз, два, три, четыре, пять, шесть Ну, на фул он делится Плюс еще один в запасе То есть нормалек, по идее В Баргале есть карта, которая отменяет поворапы все твои на два хода А у Елены карта, которая при попадании не дает тебе хилить Жестко, но Так, попробую на Плута метку наложить сразу в таком случае Контр-кубов у него нет, поэтому Залетим вот так, наверное Бля, жаль, конечно Было бы хорошо убить его прям за один ход этого ублюдка Прям вот просто избавиться от него Ну, естественно, за один ход мы его не убьем Не будем сильно жадничать Главное, меточку наложили Блин, зараза Наложил антихил Жаль, метка не сразу ставится Она ставится только потом Когда уже все атаки проходят Слушает вибрацию цели до четырех Вот это сейчас надо отразить всем Такс Бля, вот тут плохо Тут он вибрацию, походу, повысит Супчарка Хотя Стойкость Ну, все равно, бля Пять тире девять Это чисто вот такой же ролл, как у него Только у него еще плюс сила А, у него две слабости Значит, у него минус один Нормалек тогда Давай тогда вот эту темку Так, погнали Насрали Ну, ой, хорошо Давайте оглушайте его, малюточка Найс Гудбай, сучара Ой, Дарк Элиус Ой, Дарк Элиус Ты сученька моя Так, отлично Отлично, отлично Отлично Остается всего два Говноря каких-то Да нет Рано горизонтал Чуваки Рановато Ну, я не уверен Что и вообще здесь получится Горизонтал завязать На самом деле Нормально Мне самому хочется Его завязать Но рановато Ну, в следующем ходу Мэйби попробуем Но не знаю Вообще, хороший это варик Или нет Гудбай Гудбай Так Блин, ну Хоризонталиусом Если бить То как бы Бить только им По сути Чтобы было Хорошечно Левел слэш Можно энерген Я просто про то Что, типа Было бы неплохо Плюс пять силы Получить, да Заюзав Хоризонтал На бесконечном Кубике Просто если Юзать Не на бесконечном Кубике То нужно Юзать Тогда его Здесь Тогда будет Не пять Силы уже Давай, наверное Просто в этом ходу Попробуем Ёбнуть Хоризонталом Все остальное Отразить А, бля Здесь массовка Какая-то Залетает Сучка Ну, хотя Может быть Мы ее И оглушим Сразу Не Мы ее Не оглушим У нее Пониженный Урон Бля Ну, походу Без Хоризонтала Ну, гудбай Ну, смотрите Гудбай Удваивает Урон Соответственно Мы нанесем Там Ну, допустим Сколько у нас Сейчас Плюс пять Плюс семь Получается Тридцать пять Как бы Семьдесят Да Минимум Соответственно Здесь он делится Опять же на два То есть получается Тридцать пять Метка еще Пятьдесят процентов Урона дает Ну, то есть Получается Как бы Сколько Тридцать пять Плюс семнадцать Это только чисто Если минимал выпадет Если выпадет Не минимал Тогда, наверное, оглушим Попробовать Рискнуть А это вот прям Ну, в этом файте Это финал Или будет еще Какой-то Супер секретный акт Мне нужно Сейфово играть Я к тому же Или можно Ол инчиком Финал Ну, давай тогда Хуярим Все, погнал Работаем Поехал Заряжай Семьдесят шесть Ну, не супер Круто прямо Но пойдет На дипсе Маленькое значение Ну, могло быть Получше, конечно Но нормально Сейчас, наверное, он тоже Ульту свою будет Юзать Тридцать четыре И это все И это все Домашний питомчик Одно хп Смотри у него То есть он еще Все-таки Заюзает Свои атаки Дурацкие Нееет Нееет Что, нет, не может быть Я должна была исчезнуть Привет, Анжела Рад видеть тебя Живой и здоровой Ха-ха-ха Мясовик просто Правда, насчет живой Я не то, чтобы уверен Ты как-то слишком побледнела Роман Что ты наделал? Когда наступил седьмой день Ты чуть было не растворилась В толпе света Ну, я решил тебя спасти Погоди секундочку Мне нужно утихомирить Этого неугомонного психа Тебе не стоило спасать меня Теперь я не смогу Обратить абсолютно все Все мои усилия Были напрасны Я был так близок Роланд Анжела Был психом Психом и помрешь Вот к чему приводит Бессмысленное нытье Несвойственное цвету Какая жалость Кто бы мог подумать Что я погибну столь бесславно Вот об этом я говорил Вот об этом я говорил Когда я говорил Что типа не хватает Какого-то послесловия В каждом бою с ансамблем Вот таких бы штучек Каждому ублюдку Но здесь, конечно, круто получилось Я передам ей привет Зетю Умри уже В финале Ну, полагаю, на этом точно все Чем теперь займемся? Чем займемся? Судя по всему К тебе опять вернулось механическое тело Да Мне было так приятно Даже на одно мгновение Забыть о том Что меня терзало Ты сказала, что каждый, кто превратился в книгу Вернется к жизни, да? Но что-то я не видел здесь никого Кроме синего психа и его уродцев Остальные гости Придут к себе В отдаленных уголках города Им будет казаться Что они пробудились От долгого сна Если бы ты не вмешался Места их пробуждения Были бы более предсказуемыми Но благодаря тебе я понятия не имею Где и когда гости проснутся Тем не менее Они ведь больше не мертвы Вот и славно Как знал, что все пройдет удачно Зачем ты в самый ответственный момент Сделал то В чем был не до конца уверен Мне захотелось хоть раз Сделать что-то ради себя Меня достало Что все Что бы я ни делал Заставляло меня страдать Ты все еще что-то от меня скрываешь, верно? Для того, как я здесь оказался Пурпурная слеза мне кое-что сказала Барень Как только ты там очутишься Знай, что всем будет лучше Если в самом конце Ты не будешь руководствоваться Своим прошлым опытом А поступишь так Как сам захочешь Стоило мне увидеть Как ты растворялась в толпе света Я сразу же вспомнил ее слова Звучит так, будто она предвидела Все с самого начала Ты смог попасть в библиотеку С ее помощью? Ага Помнишь, в книге Пурпурные слезы было упомянуто Что она может прыгать между мирами Или типа того Честно говоря, сначала я думал, что это сказки Но в конечном итоге все-таки решил обратиться к ней за помощью И вот еще что Держи Ты обронила Это же мой список желаний Правда, тебе не кажется, что из-за этого тела я не смогу осуществить как минимум половину из них? Ну, зато теперь нам есть о чем подумать В жизни никогда не бывает одного абсолютного ответа на все вопросы Этот мир населяет столько людей, сколько звезд на небе И их судьбы тесно переплетены между собой И у каждого человека своя история и свой абсолютный ответ Все, финаль Сейчас будет битва после титров Да, блять, заебете мертвого сучарки Давайте сейчас просто В целом уже, наверное, можно пообсуждать как бы Мое впечатление об игре И в целом какие-то вещи высказать Хоть еще один файт сейчас будет, но ничего страшного Ну, короче, в целом В целом, что я могу сказать Игра клевая, конечно В плане именно нарратива своего Повествования и все, что связано с сюжетом Она на голову выше, чем лоботомка Гораздо здесь все это приятнее рассказывается Нет какой-то прям лишней путаницы и так далее То есть все структурировано, все по полочкам, все нормально Постепенно как-то сюжет развивается В этом, конечно, огромный плюс Что касается геймплея Геймплей мне вот нравился прямо Наверное, от самого начала До практически конца Вот, наверное, с момента Ансамблей уже Мне... Ну, я немножко начал уже уставать, конечно От этого геймплея Вот с момента первого появления ансамбля Я уже начал подуставать Как мне кажется, это самый вот большой минус этой игры Что она затянута Концовка очень затянута И как бы она джебейтно затянута Кажется, что вот сейчас уже финал Но на деле нет, нет, нет Еще дополнительные какие-то челы появляются Еще сражения И так, в целом, финал очень длинный Из-за сражений с этими боссами Для которых нужно каждый раз подбирать страту и тактику И в целом файты тяжелые Короче, финал сильно затянут, как по мне Это большой минус Это немножко портит впечатление общее Но концовка сама по себе крутая Вот эта вот концовочка приятная такая По крайней мере, как Роланд развалил Аргалия Очень красиво было Что еще могу сказать Ну вот основная часть геймплея была суперинтересной То есть вот прям с первого стрима По Ансамбль За исключением, наверное, разве что реализации Вот core геймплей, кроме реализации Мне прям нравился Было прикольно вникать Во все это Сами реализации мне не очень зашли Как по мне, они больше душные, чем приятные Не знаю Вот я уже говорил не раз, что Типа, если бы реализации не было Мне бы, наверное, даже больше зашло бы То есть сами реализации Как-то подушивали местами Не все, конечно Некоторые мило проходятся, вполне себе Хорошо Но у некоторых супер какие-то гумозные механики Которые могут тебя погубить чисто из рандома Или из-за того, что ты там Не вник в саму механику И об этом, кстати, вот самое Тоже стоит поподробнее остановиться, сказать, да Сами механики Вот еще один минус игры Они очень перегружены Здесь слишком много разных механик Игра Оверкомпликейтед, скажем так Ну, короче, слишком много здесь механик И они между собой перемешиваются Из-за этого сложно очень в них вникнуть Во-первых Как новичку просто Вот с первого стрима Я, бля, не вник ни хера Вник только, наверное, к стриму пятому, шестому Плюс-минус Как работает вообще дайс И как работают карты И столкновения И прочее Потом еще намешиваются дополнительные Какие-то другие механики И все это С друг с другом перемешивается И ты постоянно забываешь Я не раз на стриме просто вот Какие-то темки с массовками Ну, с масс-картами, да Переспрашивал Там Со стрельбой Там Со столкновениями Я кучу раз переспрашивал Просто потому, что я забывал Просто потому, что ты, бля Забываешь Как работает та или иная механика в игре Они слишком перенагрузили игру в этом плане Как мне кажется Это вот большой тоже такой минус достаточно Это вот, наверное, самых два больших минуса Что игра затянута под конец Перенагруженность механиками В которых ты постоянно можешь запутаться Но в целом Как бы прикольно все равно В целом игра хорошая В целом игра клевая То есть я получал прям большое удовольствие Вот В середине прохождения Мне прям хотелось Когда я завершал стрим Снова запустить эту игру И продолжить играть Именно по сюжету проходить Прям очень сильно хотелось Практически каждый стрим Такое было Под конец уже такого желания не было Я реально начал просто Подуставать Под конец Из-за кучи сложных боев Которые идут без перерыва Вот если вот так вот тезисно сказать Что мне не очень зашло Затянутый финал Перегруженность механиками Реализации Некоторые Три основных минуса Для меня Большие плюсы Хорошая подача сюжетов По сравнению с предыдущей игрой Прикольный геймплей Который Ну он Он не сильно душит На самом деле Вот эта вот темка С гриндом карт Я сначала думал Что сильно будет душить Но на деле Не так уж и много Прям гриндить Мне пришлось Пару раз я гриндил Вне стрима Там по сути И это было Ну Совсем по сути Не сложно Какие-то дополнительные Ну бои просто Дополнительный раз Пройти и все С гринд по сути Вообще Не подушивал Если честно Поэтому подача сюжета Кор геймплей Мне понравился Как плюс И Наверное Ну не знаю Ну вот в целом Да это А что еще нужно А что еще нужно Сунтреки клевые Конечно в игре Музыка потрясающая Хоть и копирайтная Сучара Так Слушай С виду библиотека Развалилась Но раз она не исчезла Значит какая-то сила Все еще поддерживает Ее существование Верно И по идее Сейчас Тут должны быть толпы Тех Кто жаждет Покуситься на местные Территории Однако кроме нас Здесь Не души Я тоже нахожу Это странным Зену Дело в том Анжела Что библиотека Является физической Оболочкой твоего сознания Другими словами Она Твое эго А это в свою очередь Последствия решения Которые мог принять Только человек Решение Мало чем Отличающегося От того Что пришло бы в голову Любому горожанину Как долго Вы за нами следили Посланницы главы Ого А еще Представители Глаза и когтя Не шевелись Сильного елась В городские устои И что Теперь глава Объявил библиотеку Виноваты В появлении Этого феномена Уже слишком поздно Обвинять кого-либо В возникновении Искажений Однако Весьма прискорбно Осознавать Что постоянство Которое мы так Старались поддерживать Было нарушено В таком случае Зачем представителям Главы нас навещать Тем более сейчас Мы здесь Чтобы изгнать вас Вашу библиотеку И все гнезда А также Нам необходимо Вернуть Нашу павшую коллегу Так значит Все что находится В гнезде Эль Корп Будет примещено На окраины Библиотека Слишком долго Была городской Нечистотой Больше ждать нельзя Неужели вас так Раздражают Ее возможности Дело не в самой Библиотеке Дело в тебе Анжела Ты существо Не являющееся Человеком И притом Проявившее Людской образ Мышления Бедная машина Как бы сильно Ты не обогащала Себя знанием Тебе никогда Не стать одной Из нас Людей Впрочем У тебя была Возможность Превратиться в человека Но вопреки Всем моим ожиданиям В самый последний момент Ты от нее отказалась Увы Но если бы Ты все таки Стала человеком То возможно Город смог бы Принять тебя Лично мне все равно Машины я Или человек Машинам Человеческой душой Нет места в городе И тебе Никак не изменить То Как ты появилась На свет А почему Это так важно Я Я И только Я И Я Я И Это не должно Касаться Кого-либо Вроде вас Немыслимо Твой образ мышления Слишком близок К тому Что для горожан Является Объектом Мечтаний Ты лишь Глубже Убеждаешь Нас в том Что мы Должны Немедленно Изгнать Тебя «Вам не кажется, что для тех, кого заботит постоянство жизни в городе, что-то вы не сильно заботитесь о подавлении искажений?» «Если углубляться в суть вещей, феномен искажений — это один из множества элементов человеческой души. В этом смысле его существование вполне допустимо. Рано или поздно явление, подобное этому, должно было появиться. «Подумай, что более приемлемо для города — человек, проявивший свои истинные чувства, или машина, пытающаяся быть человеком?» «Так что будь добра, выбрось эту скомканную бумажку о жизни в городе и думать забудь». «А что, если мы пошли ваше мнение в задницу и убьем вас к чертям собачьим?» «Процедура изгнания все равно запустится. Она неизбежна». «Этот вопрос давно вышел за рамки ВАЗ и библиотеки. Сама Эль Корп является огромной проблемой и позорным пятном для главы». «Ну конечно. Чтобы уничтожить сингулярность Эль Корп и разрушить планы ее сотрудников, глава выслал арбитра по имени Бина». «Нет, тогда ее звали Горион. Неважно, операция полностью провалилась, верно?» «Действительно. Горион не оправдала наших ожиданий. Теперь мы можем спасти человечество, лишь изгнав вас». «Анджела, машина с разумом у человека. Не тебе решать, имеешь ты право на существование или нет. Вы хотите убить меня, а затем переместить библиотеку и все гнездо Эль на окраине? Я правильно понимаю?» «Да, безусловно. В библиотеке я чувствую себя собой, и я знаю, что могу здесь за себя постоять, и мне плевать на бредник, которыми вы пытаетесь заморочить мою голову». «Да уж. Вы такие же пустословы, как Бина. Вы просто не можете обойтись без каких-либо комментариев по поводу и без». «Палач». «Неужели библиотека до сих пор способна выкидывать такие фокусы?» «Как сказал арбитр, библиотека — это мое эго, а значит, для меня подобные трюки. Клевое дело». «Правда, учти, что это всего лишь временное отступление перед приемом. И не простым приемом, а приемом самих представителей главы. Полагаю, не последние гости, которых мы здесь примем». «Похоже на то. Впрочем, благодаря ним я наконец-то могу повидать мир. Ну а мне, в свою очередь, не придется паковать вещи». «Всолянова». «Бля, мы не можем поставить пассивки». «А если мы проебем сейчас, можно переиграть будет?» «Один раз может заблокировать атаку значение кубика, которое равно 30 или больше». «У тебя 800 хп?» «Да? Вы уверены в этом?» «Это жозень». «Уже выдохся?» «А мы даже не разогрелись». «Палач». «Я с ним разберусь». «Подожди». «О-о-о-о-о-о-о!» «Наконец-то ты явилась». «Мой раньше встречались». «Мы раньше встречались...» «Так вот почему...» «Так вот почему Анжела попросила меня выиграть время». «Она пробуждала тебя ото сна». Что-то ты не рад тому, что я спасаю твою шкуру Не-не-не, я рад, даже очень Вот и славно, соберись с духом и вставай Нам нельзя сдаваться Хорошо, спасибо, что пришла, сам Бэя точно не справился Вдвоем будет проще Вот только я сомневаюсь, что мы сумеем их победить Попробовать стоит, по крайней мере мы точно сможем их задержать Ваши совместные усилия не предотвратят неизбежные И все-таки наблюдать за подобным геройством весьма занимательно Однако, как бы весело ни было смотреть на ваше тщетное упорство со стороны Мы должны убедиться, что это место исчезнет без следа Поэтому мое вмешательство не будет лишним А мы будем другие концовки смотреть Хотя бы на Ютабе Да уж, все стало только хуже На Ютабе, ну на Ютабе можно, наверное, посмотреть При использовании страницы все кубики на странице получают мощь против целей с меньшей скоростью Плюс один мощи за два очка разницы Вы изолированы друг от друга и лишены возможности отступить Вашему положению можно только посочувствовать Тем не менее, вы держались гораздо дольше, чем мы предполагали Как жаль, что ваши жизни оборвутся именно так Ну а теперь Ой Действительно, пустословие всякого делает выязвимым Гарион Как давно я не слышала это имя Правда, я вопрошу, а можно ли теперь меня так называть? Пускай мы слышали о тебе многое Я все равно не ожидал, что ты придешь и поприветствуешь нас столь поздно Где ты была все это время? Я наблюдала за вами со стороны Нас ты чуть не убили, а ты просто наблюдала? Прежде чем винить меня, лучше потревожьтесь о своем состоянии Скоро наша схватка продолжится До финальной битвы перерисовали спрайт бины, но спрайт гибуры под красный туман не перерисовали Ты не только безответственно подошла к исполнению своих обязанностей, но и погрузилась здесь в сон И предала нас, твоему легкомыслию нет предела И все же сейчас не время отчитывать тебя Твоя могила вот-вот будет разрушена И ты будешь спасена Теперь твоим бесполезным усилием по спасению той, от кого остались одни воспоминания Можно только посочувствовать Палач, готовься Скоро все закончится Пиларчиком тогда А, блин, а мы не сможем сделать пиларчиком Правда, в следующей сцене у нас походу эмоционала вообще не будет, если честно При попадании в следующей сцене разрушает кубик скорости цели Да, это хреново Блин, а вертикал-то, наверное, он просто отразит вертикал В начале следующей сцены Восстанавливает 50 ОЗ 11-16, блядь Ой, жестко что-то Походу, надо на себя тоже перенимать Или закрыться от этой атаки вот этой темкой Текущий кубик боевой страницы цели не перебросится повторно Это еще раз, что значит? Вот если я заюзаю защитную карту Это заюзает защитную карту или нет? Может быть тогда так залететь? С дефом, да? 50 хп, сучара, взял, восполнил Это пиздос И опять он имбу юзает Я не знаю, что значит «всё» Я не знаю, что мне кажется Похереться, что я не знаю С дефом, да? Ты не знаю, что это Я не знаю, что это Это bugün, я не знаю Что значит, что я не знаю О не знаю, что это Продолжение следует... 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 Бремен Получены награды за приемы черной тишины и ансамбля реверберации Жозень Охренеть, а нафига это надо-то вообще? Продолжить? Основная история после приема, вот это нажимать? Или что-то надо выбрать здесь? Приглашение черной тишины после приема Все кончено, Роланд Твоя смерть, это очередная потеря, которую я должна пережить Ой Правильно, никого из нас не должна заботить боль других Поздравляю, Анжела Слезки Спасибо за все Теперь я могу начать свою новую жизнь Знаешь, мне тоже непривычно видеть на твоих щеках слезы Пройдя через множество печалей, я наконец заполучила желаемое Теперь я могу плакать от счастья, наблюдая за тем, как страдает город Абсолютная книга научила меня многому Тому, как вернуть аномалиям физическую форму и освободить их Тому, как даровать Сефирам человеческие тела и свободу выбора Тому, как возродить сотрудников Lobotomy Corporation вместе со всеми воспоминаниями о прошлом Тому, как я могу заполучить силу, необходимую мне для жизни в городе Пора и вам принять свою судьбу и превратиться в книги Вы же понимаете, что библиотека не позволит вам противостоять мне Малкух, Недзач, Есот, они уже погибли Вот значит, каков твой финальный выбор Тебя ни стыда, ни совести, Анжела Возможно, я должна была сделать это еще тогда Зря я заключила с вами сделку Если бы я твердо стояла на своем Сейчас мое сердце не разорвалось бы от горя Ты даровала нам право жить, а теперь собираешься его отобрать Это так неразумно Особенно учитывая то, что ты сама сожалеешь о своем выборе Вы пытались помешать мне, поэтому я не могла пойти на такие меры И даже когда я дала вам второй шанс, вы все равно выступили против меня Я бы не стала этого делать, уйди восьмой глаз долой Забавно слышать это из твоих уст Ты наконец-то заполучила свое желанное человеческое тело Но тем не менее хочешь остаться в библиотеке На то мы и люди, чтобы противоречить самим себе, верно? Определенно Пришло время выйти на сцену в последний раз Знаете, что теперь ваш сон будет вечным? Айн, я растопчу твои мечты Ради этого я пойду на все Пойти на все, значит отдать себя своей цели Почему я так желала заполучить человеческое тело? Потому что моя память была моим бременем Я библиотекарша И я буду наблюдать за тем, как весь город будет уничтожен моим уютным гнездышком Оно станет библиотекой, которая поглотит все знания и всю жизнь в городе Но это чтобы не так грустно было, чуваки Все-таки запоминайте, что мы вышли на истинную концовку Это так, хуйня Библиотека обрушила свою мощь на юг города Никто не мог остановить ее неугомонный рост Она не приставала убивать людей Тем самым пополняя наш шпиль знаний Она сияет над городом ярче, чем любая другая звезда Библиотека терроризировала город целых 13 лет Ни хрена? Охренеть Полагаю, вы проделали колоссальную работу, чтобы собрать под своим началом столько опасных чудовищ Госпожа библиотекарша смерти Маме, сори, маме, сори Поздравляю Монстр должен вести себя как монстр Я поверила вам и пошла за вами, ни о чем не подозревая Сколько своих коллег, так называемых охотников за книгами, ты убила? Я давно сбилась со счета В будущем погибнет еще больше людей Я хорошо знаю горожан Я изучила все секреты человеческой души Которые столь долго скрывались городом Не сомневаюсь Ведь я хорошо знаю вас Благодарю вас за добросовестную службу Умрите с честью, раз и навсегда Спасибо, что погружаешь меня в вечный сон О, безымянное дитя Даже ярчайшим звездам свойственно угасать Они, как и самые обычные светила Рано или поздно будут потушены человеком Сегодня ветер вновь Решил небес одной звезды О, а щивку дали Так, а вторую концовку нам как? Это когда Роланд убивает Анжелу Предать Анжелу Не тебе определяясь, как и когда все будет кончено Анжела Ты не имеешь права решать это за других Анжела Причина, по которой я вопреки Изначальному плану позволяет тебе умереть без боли Ну, считай, что я делаю это в знак нашей прежней дружбы Хорошо? Я отомстил за тебя, Анжелика Лишь только бездыханное тело Анжелы коснулось земли Вместе с ним пала и библиотека Посреди города стоит одинокий человек Рядом с ним в луже крови лежит машина Библиотека исчезла, словно ее никогда и не существовало А тот человек вновь растворился среди горожан Слыхали новости? Наш старый друг нашелся Роланд? Серьезно, после всего, что он натворил? Удивительно, что его до сих пор не замочили в какой-нибудь подвороте Не боись, а можешь как пить, да? Слишком уж много врагов он себе нашел Ну так, как он там поживает? Я планирую навестить его и перекинуться с ним пары слов, вспомнить о днях было Говорят, он пристрастился к дуре и спиртному А еще ведет себя как помешанный Дурак он, жизнь его слишком изменила Сейчас на него больно смотреть Думаю, скоро о нем вновь будет ни слуху, ни духу Ну, все мы меняемся Хотя бы на нас посмотри По сточной канаве плывет человеческое тело Из него торчит всевозможное оружие Дубинка незнакомца Конечности мстящего Кинжал коллеги Копье друга Эти многочисленные инструменты для причинения вреда Были возмездием за все грехи того человека Я знаю, что когда агонии моей придет конец Со мной в постели будешь ты лежать Печаль И вновь попробуешь проникнуть в мое сердце Что я тебе говорил, Ролан? Ты убил слишком многих Я ведь предупреждал, что если ты продолжишь убивать Ты свихнешься И тело продолжило плыть в небытие В черную тишину Да уж Ну и концовочки, конечно И врагу не пожелаешь такие Ну, неприятные концовки Но они на то и и как бы Плохие концовки Чтобы быть неприятным Ну, основная концовка клевая Приятные, теплые эмоции оставляет на душе Балдежная такая, милая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова